Светлое будущее на крови Светлое будущее на крови Светлое будущее на крови Настолько явные несуразности и абсурдные фразы, по которым видно, что требуемые следователем показания выбивались из людей под пытками И протоколы допросов и очных ставок до признания обвиняемыми своей мнимой вины не составлялись В общем, шла каждодневная рутинная работа по перемалыванию людских судеб В этом выпуске мы рассматриваем следственное дело простой крестьянки Матрёны Цинцадзе Обвинительное заключение Я помощник начальника Ланчхутского РО НКВД Нарсидзе рассмотрел дело номер 9343 Цинцадзе Матрёны Максимовны Подследственная 1897 года рождения грамотная уроженка села Ланчхуты С 1917 года член ВКП В 1928 исключена из партии за знакомство с нежелательными элементами Гражданка Цинцадзе, не сделав надлежащих выводов и не встав на путь исправления, продолжала иметь связь с семьями врагов народа, арестованных за измену Родине Поэтому в 1932 году она была арестована НКВД за сочувствие неправильным направлением по отношению к советской власти Однако через два года ее выпустили на свободу, надеясь на скорейшее исправление Обвиняемая Цинцадзе вопреки надеждам продолжила свою контрреволюционную деятельность Посещала нелегальные собрания, каким-то образом тайно поддерживала связь с ссылкой Вела образ жизни, проводя троцкистские взгляды В связи с этим 30 августа сего года она была вновь арестована РОНКВД Прошу переслать дело Цинцадзе на рассмотрение особой тройки Помощник начальника Ланчхутского РОНКВД Нарсидзе 1 сентября 1937 года Матрену Цинцадзе в районе любили и уважали Она была народной целительницей, причем лечила людей абсолютно безвозмездно В деле сохранились показания жителей Ланчхуты, в которых в частности говорится Мы приводили к ней больных детей, стариков Она по наследству умела лечить травами, никому не отказывала И помогала всем, ничего не требуя взамен Наоборот, помогала и физически, и продуктами, семьям, которые остались без кормильца По извращенной логике палачей, именно эти слова и показания стали поводом для обвинения Общаться с членами семей врагов народа, тем более оказывать им помощь, никто не смел Если в иное время многие вступились бы за эту женщину, которая сделала столько добра То теперь над людьми давлял страх за себя и своих близких Ибо повадки чекистов были всем хорошо известны Члены семей репрессированных избегали общения с друзьями, знакомыми, соседями, даже родственниками Чтобы не ставить людей под удар Они становились изгоями Помимо обиды и страха, они терпели голод и нужду Так как людей изгоняли с работы Их дети росли в гнетущей атмосфере непонимания и страха Они общались с ровесниками И в этой ситуации малейшая помощь людей милосердных, подобных Матрёне Цинсадзе Была для них как лучик теплого солнца в ненасти Но доброта в те годы каралась И милость к падшим проявляли немногие Обстановка в стране была сложной, неоднозначной С одной стороны, многим хотелось верить, что жизнь действительно становится лучше и веселее Что трудности скоро пройдут А всё сделанное ими приближает светлое будущее Которое они строят для следующих поколений И это рождало энтузиазм, веру, надежду на справедливость И гордость за участие в великих свершениях С другой стороны, царили страх, ощущение собственной незащищённости Поощрялась и утверждалась рабская готовность Беспрекословно выполнять Звучавшие откуда-то сверху приказы и указания Как справедливо полагают психологи и философы Именно такое вот взвинченное, трагически расколотое восприятие действительности Свойственно тоталитаризму, который требует восторженного утверждения чего-то И фанатической решимости делать это что-то Ну а люди, вызывавшие хотя бы малейшее подозрение В способности мыслить по-своему Тщательно выслеживались и выявлялись местными властями После чего вступали в действие Эти проклятые особые тройки Выносившие приговоры словно под копирку Меняя в них только фамилии Постановление 23 сентября 1937 года особая тройка Рассмотрев следственное дело номер 9343 Цинцадзе Матрёны Максимовны 1897 года рождения Грамотные уроженки села Ланчхуты С 1917 года членов ВКП В 1928 году исключенные из партии За общение с представителями тайных контрреволюционных союзов Установила следующее Гражданка Цинцадзе имела связь с семьями врагов народа Арестованных за измену родине Поэтому в 1932 году она была арестована НКВД За сочувствие по отношению к осужденным советской властью Однако через два года ее выпустили на свободу Надеясь на скорейшее исправление Обвиняемая Цинцадзе вопреки надеждам Продолжила свою контрреволюционную деятельность Посещала нелегальные собрания Тайно поддерживала связь с ссылкой Всячески пыталась дискредитировать Радостную жизнь трудящихся СССР Исходя из вышеизложенного решением Особой тройки Обвиняемой Цинцадзе Матрёне Максимовне 1897 года рождения Объявляется приговор Высшая мера наказания Расстрел Имущество, принадлежащее лично подсудимой Конфисковать Рапава Морозов 23 сентября 1937 года Большинство этих так называемых дел Велось таким образом Будто речь шла не о жизни человека И участники заседаний Привычно исполняли свои обязанности Ведь им приходилось Проводить подобные процессы Иногда по нескольку раз в день В течение многих лет К приснопамятному 1937 году Были надежно укреплены И усилены все элементы Тоталитарной системы в стране Абсолютное господство Единственной правящей партии Культ вождя Единая господствующая идеология И, разумеется, исправно функционировавший Репрессивный аппарат Гайки были закручены до предела И кто знает Долго ли еще Они продержались бы Когда бы не началась Великая Отечественная война Вызовавшая огромный всплеск Патриотизма И перекрывшая тогда Страх, боль и желание Разобраться во всем Ну а потом закончилась Сталинская эпоха Началась Хрущевская отепель Породившая новую волну Наивной веры в справедливость И еще на долгие 35 лет Продлившая Разложение Прогнившей советской системы Которая и привела К распаду большой страны Это была программа Без срока давности Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова